Добрый день! Сегодня на православном портале Экзегет мы отвечаем на вопросы наших зрителей, один из которых задает нам такой достаточно важный глубокий вопрос о том, кто такие Гог и Магог, о которых говорит книга Откровения на Богослово, глава 20 стих 7. Напомню нашим зрителям этот стих, здесь божественный евангелист говорит так, когда же окончатся тысячи лет сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы, находящиеся на четырех углах земли, Гога и Магога, и собирать их на брань, число их, как песок морской. И вышли на широту земли и окружили стан святых и город возлюбленный. И не спал огонь с неба от Бога и пожрал их. А дьявол, прельщавший их, вержин в озеро огненное и серное, где зверь и уже пророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков. Вот такие слова Священного Писания, Откровения на Богослово, повествующие по всей вероятности о самых таких последних временах существования человеческого рода, поскольку здесь говорится о том, что пройдет та тысяча лет, в течение которой будет связан сатана, он получит свободу, обольщает народы, и вот этих таинственных Гога и Магога выведет на брань со святыми, так что они как бы таким воинским станом окружат и город возлюбленный, и стан святых. Но конец их будет сокрушителен, благодаря тому огню, которому Господь попалит Гога и Магога с неба. На самом деле, вообще, для того, чтобы понимать книгу Откровения Иоанна Богослово, необходимо, ну, вот хорошо, так сказать, еще знать Священное Писание Ветхого Завета и в особенности книги пророческие. Дело в том, что вообще в своих вот этих вот Откровениях Иоанн Богослов, он как бы продолжает вот эту линию, эту традицию ветхозаветных пророков, и очень часто опирается как раз-таки на те образы, которые он не, как сказать, не сам впервые вводит, а заимствует их у тех ветхозаветных пророков, которые пророчествовали прежде него. Он как бы обновляет и заново открывает уже в таком христианском новозаветном контексте эти ветхозаветные пророчества. Поэтому имя Гога и Магога, оно не впервые встречается в тексте Священного Писания, в книге Откровения, но, не считая упоминаний в книге Бытия, также еще встречается и в первую очередь в книге пророка Божия Иезекииля. Здесь, в общем-то, практически две главы, даже 38-я и 39-я, посвящена вот этим таинственным фигурам, но, правда, они несколько по-другому уже рисуются здесь Иезекиилем, хотя, в общем-то, их деятельность тоже достаточно похожа на то, что описано евангелистом Иоанном Богословом. Ну, например, 38-я глава начинается с таких слов. «И было ко мне слово Господне, Сын Человеческий, обратили цетвы к Гогу в земле Магог, князю Роша, Мешеха и Фувала, и из реки на него пророчества. И скажи, так говорит Господь Бог, вот я на тебя, Гог, князь Роша, Мешеха и Фувала, «И поверну тебя, и вложу у дела в челюсти твои, и выведу тебя, и все войско твое, коней и всадников, всех в полном вооружении, большое полчища, в бронях и со щитами, всех вооруженных мечами, перцев и февиоплян и элевийцев с ними, всех со щитами и в шлемах. Гомера со всеми отрядами его, дом Фагарма от пределов севера, со всеми отрядами его, многие народы с тобою, «Готовься и сражайся, ты и все полчища твои собравшиеся к тебе, и будь им вождем». То есть это вот такие, вот под именем Гога и Магога, вот здесь имеется в виду, собственно говоря, не совсем даже может быть то, что излагает евангелист Иоанн Богослов. У Иоанна Богослова Гог и Магог – это как бы два народа, ну, поскольку он, скорее всего, уже эти имена использует как имена нарицательные. А пророк Изекииль, ну, более, так сказать, подробно и, так сказать, более, может быть, применимо к той обстановке, которая существовала в его время, указывает на то, что Гог – это царь Магога, то есть Гог – это правитель, а Магог – это страна, страна, в которой, так сказать, присутствуют и другие правители, князья, такие как Рош, Мишех и Фувал. В любом случае традиция, которая как-то сопровождает собой толкование вот этих мест в священном писании, она предполагает, что это какие-то народы, обитающие где-то на севере по отношению к народу израильскому, а все, что находилось на севере, как правило, для Израиля таило в себе какую-то опасность, и с этой опасностью связывалось. Как правило, все такие сокрушительные волны завоевания и бедствий обрушивались на Израиль именно с севера, южное направление, на котором находился Египет, ну, как бы воспринималось уже как такое привычное, своего рода домашнее зло, а вот север хранил для себя какие-то такие неожиданности. И поэтому в разное время Гог и Магог отождествлялся разными толкователями и читателями священного писания с разными народами, но общей чертой которых было то, что они находились на севере по отношению к Израилю. Это были и народы Вавилонии, Месопотамии, древнего Междуречия, в которых одно за другим возникали Вавилонское, Новоассирийское, Мидийское царство, затем Персы. Их нападение в том числе привели и к падению Северного, а затем и Южного царства, и к 70-летнему пленению народа Израиля, опять же, на севере по отношению к тем местам, в которых он традиционно обитал. Но были и другие волны нашествий, которые беспокоили собою и Израиль, и более поздних читателей этих священных книг, но которые также прикладывали вот эти ветхозаветные пророчества к себе самим. Это были и полчища скифов, которые нападали и разоряли античный мир, в том числе вторгаясь достаточно глубоко, в том числе вплоть даже до пределов земли обетованной, с волнами своих полчища наводили такой страх на современников. Это были и другие народы, среди которых можно отметить, кстати говоря, и наших с вами предков. И отчасти говоря, для нас очень важно именно вот это пророчество Израиля, поскольку по всей вероятности имеет самое прямое, непосредственное отношение к нашему нынешнему восприятию себя как людей русских. Дело в том, что очень часто, как мы знаем, название народу дает не он сам, а дают его соседи или даже его враги. Это такая нередкость в истории, когда народ принимает то имя, которое наводит страх на его врагов. Ну, скажем, например, североамериканские индейцы Сиу называют себя совершенно по-другому, а Сиу — это всего лишь враг на языке других индейцев, которые их окружали, с которыми они воевали. Но поскольку это имя наводило страх на их врагов, то они охотно этим именем пользовались, и под ним их племенные союзы были известны. То же самое происходило в том числе и с нашими предками. До сих пор не вполне понятно, откуда взялось вот это название рус, русский, но по всей вероятности к нему приложили руку с одной стороны наши, так сказать, финские собратья, а с другой стороны византийцы. По одной из распространенных среди историков версий, название руссы происходит от соответствующих скандинавских и финских выражений, например, «руци», которое означало «гребцов». И именно под этим именем вот такие вот объединения лихих голов становились известны далеко за пределами их собственной земли. По всей вероятности, вот этим словом назывались те интернациональные дружины, бригады, которые собирались на кораблях, которыми предводительствовали выходцы из скандинавии, викинги, варяги, но при этом большая часть их составляли, видимо, славяне и финны, отчасти тюрки. И вот эти интернациональные воинские объединения тревожили своими набегами, весьма, надо сказать, действительно жестокими и сокрушительными, и Каспийское море, и Средиземное, и Черное, и доходили в своих нападениях до самого Константинополя. По крайней мере, первое упоминание русов, оно как раз-таки связано и с византийцами, и со скандинавами. В 839 году впервые западно-франкские летописи упоминают о том, что к двору императора Людовика Франкской империи были направлены императором Феофилом прибывшие к тому послы, которых он называет представителями народа русов. Это первое вообще историческое упоминание о русах, которое содержится в аналогх европейской истории. Когда император начинает разбираться с теми посланниками, которые к нему прибыли, он выясняет, что на самом деле это вполне известные ему свионы, то есть шведы, выходцы из Скандинавии. По крайней мере, в числе предводителей этих самых русов фигурируют именно они, что вызывает, конечно, у него такое недоверие и подозрительность. Но почему же их к нему вот этих людей посылают именно как русов? Ну, а как могли себя еще назвать при дворе византийского императора те полукупцы, полуналетчики, которые представляли из себя вот эти дружины древних русов, беспокоившие сначала, собственно, и окрестности Константинополя, а потом и сам царствующий город. Естественно, они называли себя тем именем, который пользовались для названия самого своего ремесла, именем, которое стало для них нарицательным. Ну, точно так же, как слово викинг, изначально оно подразумевает такой торгово-завоевательный поход викинг, в который отправляется человек, которого тоже стали называть этим словом викинг. Викинг изначально это путешествие, а затем и тот человек, который в нем принимает участие. Не всегда это только какие-то завоевательские, грабительские нападения. Первые викинги, они не упускали возможности сначала и поторговать по возможности, где-то, так сказать, встретив кого-то послабее, ограбить. В общем, это такие были коммерческо военные путешествия. Можно сказать, что викинги это хорошо вооруженные бизнесмены своего времени. В том числе в зону их интересов попадает и пределы будущего нашего с вами отечества, где они набирают себе в команды и то население, которое там преобладало. То есть славяно-финское такое население. И для того, чтобы обозначить для местного населения цель и смысл этого похода, их называли руси, гребцы. Потому что, собственно, главным делом, которое приходилось делать участникам этих походов, это гребля. Она занимала большую часть его времени, поскольку надо было двигаться по рекам и по Черным или другим морям, в первую очередь, не столько даже под парусом, сколько пользуюсь веслами. То есть это такие были боевые гребцы. Ну, как могли себя назвать участники этих команд? Они себя так и называли, мы рутси. То есть это такое нарицательное слово для участников вот этих походов. Чуткое ухо византийцев в этом самоназвании рутси тут же уловило знакомый им корень роз, поскольку Византия очень трепетно к себе прикладывала вот эти все понятия, связанные со Священным Писанием и пророчества из Священного Писания, поскольку отождествляла себя с Новым Израилем. И поэтому вот этот новый беспокойный появившийся севера народ, который называет себя вот этим непонятным словом рус, роз, он безусловно вызвал у византийцев ассоциацию в первую очередь именно с этим самым Гогом и Магогом и князем Роша, который в греческом переводе как раз-таки звучит как роз. Так вот это тот самый князь роз сообразили византийцы, который грозит нам ныне с севера и хочет обложить город святых Константинополь. И тут так сказать уже началась включилась византийская дипломатия, благодаря которой имя Рос начало широко распространяться и в Западной Европе и на Востоке и постепенно стала вот в общем-то названием и целой империи российской, где конечно уже давно утратила свой первоначальный смысл, но стало означать что-то иное иное. Ну, надо сказать справедливости ради, что уже веки в XII-XIII и византийцы, и германские, и прочие так европейские авторы уже давно разочаровались в этой версии и приводили вполне убедительные доводы и аргументы, почему русские никак не могут являться тем самым народом Гог и Магог, но на тот момент они уже были наши с вами предки крещены, приняли христианство и на Гога и Магога уже никак в общем-то не тянули. Хотя небезызвестный нам Собакевич из Мертвых Душ, например, современного ему губернатора и вице-губернатора сравнивает как раз-таки с Гогой и Магогой словами Николая Васильевича Гоголя из его известного романа «Мертвые души». Но это уже стало именем нарицательным. Но если обратиться к действительному богословскому, а не историческому объяснению того, кем являются эти народы Гог и Магог, то совершенно очевидно, что под ним не имеет смысла подразумевать и искать какой-то народ конкретный. Скорее это смешение народов, скорее это то общество, которое по своим взглядам, по своему умонастроению совершенно противоположно стану святых и городу возлюбленных. Под этим городом возлюбленных тоже не имеет смысла подразумевать Иерусалим или какой-то другой город. Безусловно, это просто образ христианского мира, который использует, например, Блаженный Августин в своем сочинении о двух городах, два града. То есть это тот град небесный, который стремится воплотить на земле свою жизнью христианское общество. Это общество святых, это церковь Божия. Поэтому под Гогом и Магогом следует понимать тот враждебный христианству мир, который свою вот эту враждебность проявит с самой такой большей силой и в большей самой степени уже в самые последние времена, незадолго до пришествия Господа нашего Иисуса Христа, будучи руководимым дьяволом и служа его слуге Антихристу. То есть это то население мира, это те люди независимо от того какому народу они относятся и принадлежат, которые своим духом будут служить сатане, поклониться Антихристу и будут воевать со святыми Божиими. К сожалению, сейчас мы видим, что независимость от национальной принадлежности, от того какому народу человека относятся, христианство во многих вызывает все больше и больше ненависти, злобы и даже пользуясь каким-то по старой памяти христианским именем, люди на самом деле воюют с Церковью Божией, воюют со святыми, воюют с заповедями Божьими. Ну и конец этого будет как раз таки тот, который описан и в Откровении Анны Богослова, и в пророчествах Эзекииля. Огонь с неба пожрет, так сказать, эти богопротивные начинания. Ну, видимо, какая-то такая вселенская катастрофа, которая ожидает богоборческое население нашей Земли, завершит его историю такого земного противоборства со своим Творцом, Создателем и Спасителем. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Редактор субтитров Корректор А. Редактор субтитров А. Корректор А.